Мой дед говорил, что у стены есть край, и когда-то мы жили внизу, на земле. Говорил, что земля круглая. Звучит бредово, не правда ли? Как можно жить на шаре? Да и откуда ему знать про этот низ? Уже как минимум несколько поколений мы живем на стене, и пока никто не нашел у нее ни верха, ни низа. Стена бесконечна во всех направлениях, а ее недра дают нам все необходимое. В общем-то, здесь не так уж и плохо, если бы не зайрексы. Твари нападают как по часам, и далеко за периметр лучше не выходить. Но иногда мы все же вынуждены делать такие вылазки, потому что шахты рано или поздно истощаются. Единственный шанс выжить в такой экспедиции робопаук и связанный с ним экзокостюм Волдиггера. Но даже так возвращаются не все, едва ли половина. А остальные... Почему-то я все чаще хочу верить, что остальные находят тот самый край, о котором говорил мой дед. Может, его слова повлияли на меня сильнее, чем я думал. Может, потому я и сам стал Волдиггером, чтобы найти красть стены. Стеномер. Приводище! Я наконец-то выздоровел. Да, если кто не знает, прошлую неделю я всю проболел. И пока я болел, я вжаривал вот в эту вот игрульку. Представь, что в космосе летает огромная палка, по которой передвигается вот этот вот паук. Вот это и есть наш мир. Ну, а я обычный шахтер, который надевает каждый раз на вылазку экзокостюм, бурит шахты, добывает ресурсы, чтобы обеспечить себя и своего робота. И жизнь была бы прекрасна, если бы не чертовы Зайроксы. Это насекомоподобные существа, похожие, возможно, даже на инопланетян, пытающиеся сожрать меня и моего полка. Короче говоря, это выживалка на стене. И она довольно увлекательна первые пару часов. Ведь кроме копания здесь особо-то заняться-то больше-то и нечем. В качестве разнообразия можно найти дохлых инженеров, дающие тебе схемы для улучшения твоего экзокостюма или паука. Или дохлого шахтера, ставшего тебе предсмертную записку и свои пожитки. День одиннадцатый. Скучно. Ем от скуки. Недельный запас умял за три дня. Есть еще дохлые культисты. В своих предсмертных записках они всех обсирают. Левиафаны. Это, конечно же, миф. Вздор и неболе, чем бреднее подвыпивших шахтеров. Как может существовать на стене даже одно столь большое существо и не свалиться? Ну, в общем, по дохлым чувакам я тебе все рассказал. Есть еще не дохлые, но об этом чуть позже. После зачистки шахты, естественно, мы выбираем путь наверх или вниз. И ищем место, где наш паук может пробить дырень. И все это вот в таком медленном темпе. И чтобы не быть вечно таким медленным засранцем, у нас доступны апгрейды. Например, давай сейчас апгрейдим наш лазер, чтобы он бурил быстрее. И, допустим, пулемет нашего паука. На 30% повысим скорость поворота орудия. И уже после прокачки и найденной схемой дохлого инженера, мы видим большой результат скорости копания. Но ни в коем случае нельзя забывать про зайроксов. Если нашего робопаука уничтожат, мы проиграем. Поэтому из только что добытых ресурсов, мы прокачиваем наш пулемет. Теперь наши пули на 35% бьют больнее. А это нам на руку, ведь нам нужно ушатать вот эту здоровенную толстую матку. Поскольку насекомых стало больше, мы можем обратить внимание на наш ствол, который не так уж и быстро перемещается по верхушке паука. Его еще необходимо прокачивать. А теперь переходим к самой главной проблеме здешних шахтеров. Ты уже обратил внимание на пылесос, который всасывает ресурсы. Но дело в том, что в начале у этого пылесоса очень маленький бак. И вмещается в него мизерное количество ресурсов. Так что шахтеры прибегают к своей смекалке, чтобы не бегать по длинным шахтам 100-500 раз. Конечно же данный способ имеет огромное количество минусов, но в начале игры он выручает. А мы уже слышим Сириану, которая оповещает, что на нас нападают зайроксы. А мы только что добыли кучу ресурсов. И поэтому можем позволить себе апгрейдить пушку, чтобы она стреляла быстрее. А ствол маневрировал еще лучше. Иногда в шахтах попадаются капсулы. Очень с интересным содержимым, например, как эта. Чтобы ее открыть, нам необходимо дотащить ее до робопаука. Дальше мы скрываем эту капсулу на верстуке и получаем содержимое. В данном случае это была бомба. После предыдущей волны зайроксов мы получили значительный урон. И наш робот начинает дымиться и сверкать. Сигнализируя нам, что, эй, дружище, мне бы починиться не помешало. Но починиться, к сожалению, мы не можем, поскольку мы не нашли еще определенных ресурсов, которые в начале игры нам не даются. И вот на сцену выходят бронированные зайроксы. Довольно неприятные противники, если к этому времени ты еще не прокачал ствол. Настало время опробовать нашу бомбу, которую мы нашли в предыдущей пещере. Бомба подключена к системе нашего робота. А это говорит о том, что мы ее можем апгрейдживать, то есть сделать ее мощнее. На данном этапе бомба не так уж и полезна, потому что я пробурю вот эти блоки гораздо быстрее своим буром. А еще за каждый пробуренный блок или подорванный я получаю очки опыта. Когда мы вернемся на базу, этот опыт позволит нам купить дополнительные плюшки. В этой пещере была найдена еще одна капсула, которая подарила нам дрона. Рядом с робота-пауком будет летать дрон, отстреливающий зайроксов. И этого дрона, так же как и бомбу, мы можем прокачать. Сам дрон очень полезная вещь, но без прокачки он очень долго перезаряжается и стреляет очередями. Купим ему стабилизатор, чтобы он стрелял более метко. И ускорим ему перезарядку. Смотрим на работу нашего дрона. Все-таки перезарядка занимает еще длительное время, поэтому защищать в одиночку нашего паука он не сможет. Возвращаясь к тому, что мы можем еще найти в шахтах, помимо дохлых шахтеров и инженеров, конечно же их роботов, на которых они путешествовали. И если повезет, с этих роботов можно содрать классную штуку. В данном случае мы нашли бомбомет. То есть теперь, помимо пулемета, у нас еще есть ствол, который метает бомбы. Между пушками можно переключаться. Бомбомет выглядит вот таким вот образом. Это танковая пушка, стреляющая снарядами. И она довольно мощная. Но в нынешнем моем положении она мне не поможет, поскольку брони у робота почти не осталось. После подрыва паука мы видим спасательную капсулу, которая улетает на базу. И вот мы находимся в гараже, где можем потратить очки опыта. В данном случае я потрачу их на крюк, который позволит нам быстрее спускаться по стенке. Поскольку робот у нас новый и экзокостюм тоже, все прошлые апгрейды у нас слетают в нулину. А теперь настало время использовать крюк и посмотреть, как он работает. Чем лучше прокачан крюк, тем дальше мы спускаемся на нем. Вновь оказавшись в гараже, я сразу же прокачиваю ракетную установку и броню. Ракеты будут самонаводящимися, поэтому можно не запариваться. Проверим наше новое вооружение, и в этот раз я буду перемещаться на нашем робопауке. И на этом этапе я выяснил одну очень маленькую неприятную вещь. Видишь, Зайрек сверху ползет маленький. Раздавить я его своими железными мощными ногами не могу. Кстати, насчет самонаводящихся ракет. Отличное время использовать ее. После битвы я решил продолжать свой путь наверх по стенке, в надежде найти горизонтальную поверхность. И, кстати, пока я полз, я прополз облака, не встретил ни одной шахты, а датчик Зайрекса показывал, что все нормально, ползи дальше. И в этот самый момент начинается троллинг от Зайрексов. Они нападают не по радару, но радар, когда показывает, что на тебя сейчас нападут, нападает вторая волна Зайрексов, и они просто меня лошарят по полной программе. Моего робота вскрыли как консервную банку. В следующей вылазке я вновь нашел ржавого подбитого паука, у которого смог оторвать ствол. Но в этот раз мне попалось баллистическое копье. Переключив ствол на своем пауке и начав стрелять этими копьями, я понял, в чем преимущество этого оружия. Оно насквозь прошибает всех противников. А если я выстрелю вверх, то оно полетит вниз и всех пронзит на своем пути. Примерно после часа игры я наконец-то добрался до новых шахт. Отличаются они от обычных всего лишь тем, что покрыты зеленой растительностью в виде травы или мха. И благодаря этой растительности здесь можно найти изумруд, который поможет нам чинить нашего робопаука. Еще одна отличительная черта этой пещеры это то, что блоки стали тверже, то есть их нужно дольше копать. Поэтому здесь пригодится бомба. После длительного путешествия по стене наш робот изрядно подострепался. Но не забываем про изумруды, которые мы нашли в зеленой пещере. Так что сейчас мы займемся ремонтом. За три изумруда мы восстанавливаем 15% здоровья нашему робопауку, тем самым продлевая ему жизнь. Кстати, помнишь культиста, который задвигал, что левиафаны не могут существовать в этом мире, иначе бы они свалились со стены? Так вот, они существуют. И когда я первый раз его увидел, я подохренел. Эта здоровая тварина хватается своими щупальцами за стену, сверху и снизу, тем самым перегораживая мне путь, чтобы я не сбежал. А третий делает отбивную из меня. Конечно же, я не был готов к этому поединку и быстро проиграл. В гараже я прокачал в этот раз ресурсный пылесос до второго уровня, и теперь в нем вмещается целых 15 ресурсов. А на сдачу прокачал плазменный бур моего робопаука. И теперь наш паук бурит пещеру гораздо глубже. Конечно же, не обошлось без находа капсул, и эта капсула подарила мне турель. Наконец-то они у нас теперь есть. Что представляет из себя турель? Это штука, которая ставится на шахту и остается в последующем здесь. Турель работает по принципу дрона, то есть она стреляет очередями и имеет длительную перезарядку. Но если все это дело прокачать вместе с дроном, как выглядит это сейчас, то вся эта система обретает автономность, и я могу спокойно бурить свои шахты, а дрон вместе с турелью будут защищать моего паука. К сожалению, турель разобрать нельзя, и она остается там, где была построена, а каждая следующая турель будет стоить дороже. И вот мы добрались до турбин. Они позволяют нам врубать нитро и скользить по стенке вверх. Теперь мы можем посоревноваться с торретом форсажей и показать, какое у нас мощное ускорение. Все это вместе с крюком нам пригодится для маневрирования против левиафана, чтобы он не сделал из нас котлету. Нашел мумию-шахтер с предсмертной, очень интересной запиской. День 27. Должно быть, я сбрендил, но сейчас с той стороны постучали. Не с той стороны выхода, а с той стороны. Ну а дальше странностей и непоняток становилось все больше и больше. В тромином биоами, если можно его так назвать, я нашел комнату с растениями, в котором лежал зеленый куб. И он называется криптоключом. Срабатывает автоматически, как только вы окажетесь рядом с устройством, которое оно активирует. Я сразу подумал почему-то о субнатике. Очередное нападение зайрексов. И в этот раз я представил, что на меня напал левиафан, и решил испробовать все новоокупленные системы своего паука. Нитро позволяет нам перепрыгнуть и своим пузом прижать противников. Когда тебя окружает, это очень полезно. Ракет первого уровня, как я выяснил, уничтожает любого противника с первого попадания. Ну а крюк аналогично Нитро, за маленьким исключением, что спускаемся мы вниз. И в принципе на этом можно сказать, что тест-драйв пройден, и мы готовы биться с левиафаном. И вот, недолго ожидая, это здоровое дерьмецо прилетает к нам. Вместе со своей яйцеголовой поддержкой. Кстати, вот эти летающие яйца, наподобие медуз, очень взрывоопасны. И вот приходит батя всех этих насекомых. После нескольких поражений с ним, я выяснил, что вот эти фиолетовые глазенки, самое уязвимое его место. Единственная опасность здесь, это, конечно же, его подопечный и огромная щупа лица, которая хочет меня размазать по стенке. Конечно же, мы нифигом деланы, и можем позволить себе ремонт. Ну и чего греха таит, поставим турель. И теперь, пока турель с дроном разбирается с насекомыми, нам осталось выковырить всего один глаз. Ну вот и все. Оказалось не так уж и страшно. И получили еще и достижение терпеть и выжить. А на этом мое повествование заканчивается. Если тебе понравилось, и ты хотел бы увидеть продолжение прохождения этой игры, хотя дальше будет очень сложно, потому что тратится огромная куча времени на это сдыхание, заново прохождение, сдыхание, заново прохождение. В общем, если тебе понравилось, и ты хотел бы увидеть подобные ролики в таком формате, то ставь лайк, пиши комментарий и, конечно же, подписывайся. И тогда мы вновь увидимся с тобой в новом ролике. Так что до встречи!